Девочки, хочу показать вам, что я всё-таки воспользовалась рецептом Зинаиды Копьёвой. В общем, получилось у меня тесто по-копьёвски. Фарш домашний, сами прокручивали. Мясо смешанное. Такое вот тесто получилось. Ну, это уже остатки, конечно. Замешивала точно так же, как говорила Зинаида. Всё соблюдала. Хочу показать, какой текстурой она получилась. Это не сравнить с обычным тестом, которое просто замешивается. А вот именно замешивала таким способом, как показывала Зинаида. Соблюдала все её рекомендации. Тесто не тесто, а сказка. Сиди, лепи в удовольствие. Раскатала небольшим брусочком. И потом разрезала фарш. Что я добавила в фарш? Пекинскую капусту, лук и всевозможные приправы. Тесто я замешивала где-то на стакан. Намного меньше, конечно, делала, чем показывала Зинаида. Но вот получилось у меня вот столько пельменей. Это уже замороженные. Муки использовала минимальное количество, потому что оно очень хорошо лепится. Мы уже раза два, наверное, отваривали. Так, покушали. Всем понравилось очень тесто просто. Всем рекомендую. Снимаю, да, не в целях рекламы. Сказать ей спасибо за такое тесто. Я помню, когда-то в детстве мама что-то делала. Но ударение они раньше же на это не делали. Каким способом замешивать. Ну, месили да месили. А тут Зинаида всё рассказала. Прямо чётко, понятно. Потом я у многих ещё на других каналах видела. В общем, всем желаю приятного аппетита. Налепить, сварить, покушать. Хоть пельмени, хоть вареники. У меня ещё в планах наделать вареники с картошкой. Наморозить.